Это программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня тема нашего разговора – профилактика экстремизма в молодёжной среде. В гостях у нас Ирина Самойленко, заместитель директора Молодёжного ресурсного центра города Владивостока, и Павел Докучаев, главный специалист по социальной работе с молодёжью. Павел, Ирина, здравствуйте! Начался учебный год. Дети садятся за парты, новые коллективы. В таких коллективах, конечно, бывает, возникают конфликты. Но тема нашего сегодняшнего разговора – это профилактика экстремизма в молодёжной среде. Давайте из главного, давайте из понятия, что это такое. По сути, экстремизм – это приверженность к особым и крайним взглядам, которые касаются темы унижения личности, подрыва социальных устоев, в том числе устоев веры и государственной власти. Простым языком, это крайние взгляды, которые достигает человек, пытаясь добиться своей цели через агрессию, грубо говоря. Но если касательно конфликтов, то конфликт в чистом виде называть экстремизмом сложно. По одной простой причине, если там мальчик и девочка в классе поругаются, это никогда не экстремизм, это просто конфликтология и конфликт между двумя людьми. Экстремизм всё же на большем уровне, когда это вредит устоям, которые есть у нас в обществе. Вы работаете с молодёжью. Почему так важно работать именно с молодёжью, не со взрослым человеком? Ну, в первую очередь, давайте будем честными, и вы, наверное, согласитесь, Ирина Анатольевна со мной согласится о том, что дети и молодёжь – это наше будущее. И почему я, например, работаю с детьми? Потому что это самая крутая инвестиция в моё будущее, которое может быть на этой планете. И важно работать с детьми, если… Почему важно работать с детьми? Если мы этого не будем делать, ну, во-первых, мы уже имели риск того, что было, к примеру, в 90-х, многие из нас дети 90-х и видели, что происходило, когда детьми не было времени заниматься, потому что родители пытались заработать на кусок хлеба, и чтобы нам было проще жить, но дети оставались, грубо говоря, на улице и видели, что происходит. И потом вырастает пласт общества, который, может быть, будет вредить этому самому обществу или, в принципе, всем другим возможным категориям людей. Ещё важно, почему работать с детьми и с молодёжью, но именно в этом возрасте формируются взгляды. Не нужно читать нотации детям о том, что так плохо, или читать как это, как мантру. Нужно просто обучать ребят в том смысле, обучать их жизни и пониманию того, что хорошо, что плохо. Но не через прямые наставления, а путём того, чтобы ребята сами обучались, то есть выработки профессиональных и поведенческих навыков. И тогда мы получим крутой пласт населения в будущем, и мы можем потом посмотреть, какие плоды мы из этого пожмём. То есть, возможно, наш город, наконец, станет четвёртой столицей нашей с вами Родины. Но это в том смысле, если сейчас каждый из нас начнёт заниматься за детьми. Не просто, что мы их прям вот сейчас мальчиком тебе приведём в спортшколу и оставим тебя там. Нет, просто нужно дать им правильное направление, и пусть они идут. Просто в этот момент мы должны быть как наставники, которые могут подсказать, направить, ну или поделиться своим жизненным опытом, чтобы ребятки, да, набивали себе шишки, они понимали, что так хорошо, что мы набирали свой опыт. Но мы должны быть рядом для того, чтобы это будущее наше, которое я говорю в самом начале, оно сформировалось, и мы смогли жить потом в классном городе или в классной стране. То есть, изменив мир в одного, ты можешь изменить мир везде. Ирина, экстремизм сегодня называют одной из главных проблем в России. Это так? Ну, наверное, можно так сказать. Почему? Потому что сейчас очень много есть информации в интернете, и дети, к сожалению, зачастую бесконтрольно эту информацию читают, смотрят разные ролики. И даже бывает так, что родители не знают, чем интересуются, чем занимается их ребенок. Вот. И разного рода, может быть, если происходят какие-то события, там демонстрации и так далее, и там тоже, к сожалению, дети бывают. И родители не всегда это могут отследить. Вот. И правильно сказал Павел, мы как раз являемся тем связующим звеном, да, когда мы приходим в школы, в колледжи, потому что это тоже наша аудитория, и пытаемся ребятам рассказать о каких-то простых вещах, потому что зачастую дети даже не знают, что это такое, да, и что даже бывает уголовная ответственность. Вот. И, конечно, и не знаю даже такое вот понятие, мы говорим все чаще, толерантное поведение. Что это? Какое оно бывает? Какие есть, какими обладает качествами, да, человек, который вот придерживается, скажем так, толерантного поведения. И поэтому, конечно, вот то, что в мире, да, у нас происходит, дети все это видят. И по телевизору, и в соцсетях. И поэтому, соответственно, я думаю, что это одна из важных проблем, вот. Вот. И, соответственно, наши занятия, мероприятия нашего молодежного ресурсного центра как раз и направлены на то, чтобы что-то ребятам объяснить, потому что у них даже возникает в ходе, да, Паш, каких-то занятий, наших мероприятий вопрос, они бывают с чем-то не согласны, бывает отстаивают свою какую-то, да, точку зрения. Ну и хорошо, что есть с кем им пообщаться, вот с нашими ребятами, специалистами, с нашими даже волонтерами, которые тоже такие же ученики, ребята, учащиеся, да, но они помогают нам в проведении тех или иных занятий, мероприятий, неважно, которые тоже что-то уже знают от нас и могут поделиться с ребятами. Если мы заговорили о среде, то в какой среде как раз-таки формируются вот такие данные негативные взгляды? Ну, знаете, сложно сказать, потому что мы как бы это не отслеживали, это, наверное, вопрос, может быть, к правоохранительным органам, которые этим занимаются. Но вот, как мне кажется, подростки, на то они подростки подросткового периода, их очень легко склонить на ту или иную сторону, да, скажем так, отвлечь. Поэтому, почему внимание-то и сфокусировано на подростках в данном случае, потому что вот они как раз наиболее уязвимые. И даже старшие взрослые могут их легко там потянуть за собой, и они за ними пойдут. Вот, хотя зачастую бывает так, что они сами не разбираются, что они делают что-то не так, что-то неправильно или что-то неправильно понимают. Просто вот увлеклись, пошли за взрослым, за значенным взрослым. Вот и все. Нельзя говорить, что такие взгляды формируются там в неблагополучных семьях? Ну, на самом деле можно, и это социологи об этом говорят, что в первую очередь экстремистские взгляды рождаются в маргинальной среде. То есть люди, когда живут в неблагоприятных условиях, они видят, что происходит. Ну, опять же, я скажу про те самые наши любимые 90-е, которые пытаются там романтизировать. Но с другой стороны, нужно понимать, что была неблагополучная среда, и много людей, кто прошли это время, выходили как раз таки, становились людьми с экстремистскими взглядами по одной простой причине. Им было повышенное чувство справедливости, и что их весь мир обидел. Такое есть и на сегодняшний день. Но говорить, что только в неблагополучной сфере, на современном мире нельзя. По одной простой причине, что да, мы живем в веру информационных технологий, и множество книг сейчас на подростковый бунт создается. Но не означает, что после моих слов нужно запретить все социальные сети или запретить книги. Нет, это тоталитарный режим, нам это не нужно. Нужно учить детей, особенно своих детей, правильно читать и отсеивать информацию, чтобы вернуться к тому, что я говорил, где хорошо, где плохо. Понимание вот этого. Потому что, к сожалению, как сказал Ориен Толлин, детьми очень легко манипулировать. Их очень легко направить. Им очень легко вдавать мысли. И это не значит, что они просто глупые. Просто они формируются. И их взгляды строятся на этом. Ну, как говорят, что это самый сложный период. Ну, подростковый, там, от 12 до 20 лет. Сложно, потому что нужно пережить. Человек проходит, не знаю, там, в несколько стадий кризисов и понимание этого мира. И вот в этот момент очень важно не отпускать своего ребенка куда-то далеко от себя, не держать в себе, чтобы он мог быть ему опорой и быть ему доверенным лицом. Это не значит, что после сегодняшнего дня все родители запрещают у нас социальные сети. Нет. Учите детей правильно читать информацию. То есть, по сути, ребенок, он как губка. Он сам не придет к этому. Это кто-то его к этому подводит. Как правило, это так всегда. Ну, мы же с вами обучались в школе. Мы все понимаем, да, что большую часть навыков мы принимаем там, ну, часть в школе, часть в семье, много берем со двора, грубо говоря. И да, ребенок собирает в себе собирательный образ, он видит, что это происходит, значит, это прикольно. То есть, ну, в этот момент ему не могут объяснить, что не надо так делать, чтобы не совершить ошибки в будущем и не подставить свою жизнь под угрозу. Но, да, как вы правильно сказали, ребенок – это губка. В хорошем смысле. Что мы все равно собираем в себе, ну, в принципе, человека губка. Мы даже в большом, подвзрослым, взрывом возрасте все равно что-то в себе собираем. Информацию или понятия какие-то. Иногда можно в 25 лет узнать того, то, что ты не знал, в принципе, в эти 25 лет, грубо говоря. Поэтому, да, нужно, еще раз буду, я буду повторять, на все время всей этой передачи нужно работать с детьми. Причем мамам, папам и, наверное, как мы, ребята, нужно работать. Тогда есть огромный риск, что мы этого никогда больше не поймем и не совершится ничего ужасного в наших городах. Будем жить в более-менее спокойное время. Мне вот интересно, когда я училась в школе, нам объясняли все эти понятия, да, то есть были у нас уроки права, общество знаний и так далее, где нам все это объясняли. Естественно, нам рассказывали там про золотое правило морали, про то, что поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой и так далее и тому подобное. Но я не помню, чтобы с нами беседовали именно на тему экстремизма, то есть чтобы мы были слушателями какой-то лекции по этому поводу, чтобы это было применимо к нам. Тогда не было это так развито или это просто не преподавалось? Ну, давайте будем честными. Случилось множество потрясений за это время, то есть теракты в Беслане, в Дубровке и остальные. И на самом деле, когда стал возникать риск того, что это может повториться среди наших детей, что вот, которые на Беслане будут дворовые наши дети, стали задумываться об этом вопросе, что необходимо, потому что, еще раз, когда ты приходишь в школу, многие даже не понимают, о чем ты говоришь. Не потому что они не хотят, они просто не знали. Просто не знали. Ну, так бывает. И да, вопросов приходится много. И сейчас есть очень много моментов, что в современных социальных сетях очень много, даже банальные в паблике в социальной сети «Контакт», то есть там не целенаправленный, то есть не основной паблик, там какой-то экстремистской нападности, а обычный развлекательный паблик, который может рассказывать тебе о как классно поднять революцию, грубо говоря. И это на ровном месте. И вот этот момент фильтрации информации, как раз ее не хватает. И нету навыков этому. Почему не говорили раньше? Я, честно, не отвечу вам на этот вопрос, потому что, ну, возможно, от разных школ это зависит. Ну, как пример, нам, нас этому обучали, нам об этом говорили, насколько это страшно, насколько это важно, придерживаться положительного взгляда, грубо говоря. Но, да, просто в какой-то момент стало страшно жить, ну, честно скажем, потому что не знаю, что придет. И вот хочется обучить детей, чтобы они делали правильные решения и могли действовать в экстренных ситуациях критических правильно, скажем так. Экстремизм называют ступенью перед терроризмом. Я где-то читала такое. Это правда? Ну, может привести. Конечно, эти радикальные настроенные взгляды, какие-то свои убеждения, да, может привести к тому, что человек пойдет и совершит что-то. Ну, может быть, не всегда это приводит к этому, но это уже такой, ступенька такая, есть такое, конечно. Тоже, знаете, момент такой довольно сложный вопрос. Ну, обычно, да, в социологии описывают, что так и есть, и там профилактики экстремизма описывают, что это первая ступенька, но не всегда это работает именно так. Ну, потому что, если человек за человека во время взяться и помочь ему, может ли не привести. То есть, это как, не знаю, завтра у нас метеорит упадет или не упадет, ну, грубо говоря. Неизвестно. Четко, четкого определения и понятия нет. Ну, возможно, со мной специалисты поспорят по этому поводу. Я буду только за, я готов к диалогу. Пожалуйста. Но сложно говорить о том, что экстремизм – это все точно первый шаг в терроризм. Не всегда это так работает. То есть, человеку можно помочь. Да, да, да. Ну, да, на это наша работа, собственно, направлена, профилактическая, что вот мы ходим по школам, по колледжам, проводим занятия. Они у нас назывались раньше «Уроки доброты», потом их переформатировали, назвали «Миру моря». Это цикл занятий. Именно не просто информационный, да, лекционный материал, если интересно, Павел может подробнее рассказать, а именно там есть и упражнения, тренинговые занятия для детей. Это, как правило, важно. Почему? Потому что я всегда говорю, в любой профилактике лекционный материал усваивается все лишь на 20-30%. Детям важно даже меньше, да, уже новые исследования говорят еще меньше, 5% даже, видите как. То есть, мало познакомить с какими-то основными понятиями, что есть толерантность, что есть толерантная личность. Нужно еще и провести определенный, есть разный цикл упражнений, он строится в зависимости от возраста детей, потому что есть, там бывают наши ребята, мультики показывают, там ролики показывают, есть разные материалы. Ну и, соответственно, важна и рефлексия, то есть, что дети думают по этому поводу, даже если они будут с вами спорить, задавать какие-то вопросы. Это говорит о том, что они уже думают, что они уже размышляют на эту тему, и, соответственно, мы надеемся, всегда же говорят, что в педагогике это результат отсроченного времени, да, то есть, всегда мы, специалисты, надеемся на то, что что-то мы в них вложили, что если они уже рассуждают, понимают на эту тему, значит, соответственно, будут более, ну, скажем так, аккуратны в этом вопросе, да. Я напоминаю, это программа «Время говорить», и сегодня мы говорим на тему профилактика экстремизма в молодежной среде. Вернемся после небольшой паузы. Это программа «Время говорить» в студии Юлия Роакотская. У нас в гостях Ирина Самойленко, заместитель директора Молодежного ресурсного центра Владивостока и Павел Докучаев, главный специалист по социальной работе с молодежью. Ирина, Павел, мы уже проговорили с вами о понятии, да, что же такое профилактика экстремизма в молодежной среде. Теперь хочется уже к таким частностям перейти к работе Молодежного ресурсного центра. Что делает Молодежный ресурсный центр, чтобы бороться с этим явлением? Ну, давайте я в общем скажу, Паша, уже более конкретно. Вот сколько наш центр существует, функционирует, мы проводим постоянно занятия, да, с элементами тренинга, как я уже говорила, то есть это не лекционная подача материала в наших школах и колледжах. Это вот занятия, я уже упоминала уроки доброты, сейчас они у нас называются «Мир у моря», который содержит обязательно информационную часть, упражнения, рефлексия. Раньше еще мы проводили круглые столы на данную тему, приглашали ребят с колледжа, специалистов, экспертов, чтобы могли ребята пообщаться, задать какие-то интересующие вопросы. И вот у нас еще есть 3-го числа, 3-го сентября день солидарности в борьбе с терроризмом. Тоже ребята по школам, это где-то неделя, две недели, показывают, у нас есть небольшие ролики, информационные материалы, одно время и про Беслан показывали ребятам. Это как раз в рамках профилактики экстремизма и терроризма. В принципе, и любая другая профилактика на это направлена. Даже патриотические какие-то мероприятия, которые мы проводим, это тоже. В частности, допустим, если говорить о патриотических мероприятиях, это мы делали как раз квиз к 75-летию. Паша был один из тех организаторов, кто придумал этот квиз и провел для ребят. На самом деле квиз прошел на ура. Это вот он был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это и разные мероприятия вместе с Росгвардией, с полицией, которые действительно идут на ура и тоже носят такую немалую лепту в профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. Но это более, если подробнее можно к Паше обратиться. Но если разбираться, то в принципе профилактикой мы можем назвать наше любое мероприятие, которое мы проводим в той или иной степени, это так или иначе, как вот сейчас не тавтология, влияет на становление молодых людей как личности. Это правда. То есть мы можем говорить и про наш дворовый футбол, что мы все равно их занимаем в чем-то и они меньше пытаются вовлечься или в наш чемпионат города по лапте или наши занятия профилактические по профилактике употребления психоактивных веществ. По сути, любое из наших мероприятий это профилактика. Профилактика динструктивного поведения. то есть это правда. Но если говорить про внутренность, да, Ирина Анатольевна все правильно сказала, что чаще всего мы применяем тот способ работы не лекционный, потому что, ну, во-первых, честно, давайте... Скучно. В первую очередь тебе скучно. Ну, это неинтересно, это зазубренный текст и ты не понимаешь, что они получают, дети, или не получают. А в момент, когда ты проводишь тренинговые занятия, то есть это, естественно, всегда знакомство с ребятами, это всегда информационная часть, это практическая часть, и рефлексия, ты можешь понять, что они усвоили, как они это сделали. Но важный момент в тренингах, когда мы там проходили обучение, нам всегда говорили, что важно, чтобы не ты говорил, а не говорили. То есть это вытягиваешь. И ты хотя бы понимаешь, с каким пластом тебе работать, что тебе нужно сказать, что не нужно, не надо ли повторяться. В этом моменте очень замечательная работа. Но чаще всего это не одно там занятие с одним классом. Несколько. Ну, несколько в течение учебного года, ну, я, к примеру, работаю пять лет, я некоторых ребят ну, видел там, с седьмого класса, они уже там из школы выпускаются. И все равно мы продолжаем беседовать, разговаривать, вроде бы кажется, все было одно и то же, а оказывается, для них что-то новенькое это и всплывает все равно. То есть, на самом деле, да, это такое наполнение, когда мы пытаемся добиться чего-то от ребят, чтобы мы понимали, что надо делать с ними дальше. Но проблема вот в чем. В всех этих профилактических мероприятиях, я Анатолий, я тоже говорю, что при педагогику, сложно отследить здесь и сейчас результат. Как нам тоже объяснял психолог, что если за вами пошел хотя бы один человек, это самый огромный результат, которого вы могли добиться. Но на самом деле, на сегодняшний день мы наблюдаем, что много ребят становится более социально активной молодежью и меньше проявлений деструктивных явлений среди них. Видимо, наша работа не видимо, а наша работа все же имеет вес и значение. Павел, вот вы лично с ними работаете, то есть постоянно в контакте. Реально доводилось наблюдать какие-то вот такие поведения среди детей и подростков. Ну, да, если так, я могу просто про жизнь рассказать, конечно. На это я насмотрелся, у меня и товарищ был, который относился к субкультуре и скинхеда в страшное время на самом деле. Но в современном мире, вот где есть сейчас мои рабочие стихи, ну, у меня было три случая, когда ребята ссорились на расовой почве, что тоже относится к экстремизму. Вот. Но на сегодняшний день у них конфликт улажен, но чаще всего это было стереотипное мышление, они просто не понимали друг друга. То есть им было сложно. Сейчас это нормальные, то есть либо нейтральные отношения, либо хорошие, тёплые, ну, либо они просто сейчас друг друга не замечают и никаких конфликтов нет. Да, они конфликты. То есть, да, в одном конфликте мне пришлось поучаствовать, потому что случилось на моих глазах и на моём занятии, когда друг на друга начали орать, я не буду гласить слова, потому что это очень, в принципе, неприятно слышать даже простому человеку. Вот. Но, да, пришлось поучаствовать, после занятия пришлось остаться и разговаривать. Вот сейчас эти парни играют даже в одной команде в футбол. Ну, то есть всё хорошо прошло. Да, да, то есть как бы нормально. Но нам везёт в плане, вот в городе, всё же иногда нам вставят нашу провинциальность во вред и в одну из проблем. В данном случае эта самая провинциальность идёт нам на руку. Каким образом? А на самом деле, давайте будем честными, до нас иногда какие-то веяния доходят спустя три, четыре, пять лет. А то и не доходят. А то и не доходят. И в этом смысле нам очень везёт. То есть нам проще тогда работать. То есть мы можем уже вырабатывать иммунитет, потому что всё равно ты отслеживаешь, что происходит, и что сейчас в трендах, всё равно приходится отслеживать, и ты понимаешь, ты можешь работать на опережение. Вот в этом смысле нам очень везёт. Это правда. Ну, такая вот история она. Потому что с теми, даже с кинхедами, они к нам дошли намного позже, чем вот эта же самая Москва. Ну, и были, наверное. Ну, да. Это же была вспышка. Как раз, когда я была подростка, вот тогда всё-таки происходило. Да, да, да. А как в период пандемии-то проводить все вот эти вот тренинги? В период пандемии мы, так как у нас ребята все такие мобильные, все в ВКонтакте, в Инстаграме, Proof.me у нас есть, да, вот как раз вебинары со специалистами, приглашённые и просто наши специалисты разрабатывали вебинары, проводили для ребят. Вот. В онлайн-режиме общались, ребята точно так же задавали вопросы, могли задать вопрос там ВКонтакте, да, и в Proof.me тоже. Вот. Ну, и, соответственно, мы были всё время онлайн, плюс, ребята, ещё наши специалисты рубрики, у каждого специалиста своя рубрика каждый день выкладывали. Такое происходило общение, там, где-то по телефону, где-то вот как раз вопросно-ответная форма. И надо сказать, что ребята были достаточно активны, подключались. Было сложно, конечно, отследить аудиторию, да, если это ВКонтакте, особенно в Proof.me-то понятно, там видно, кто подключился, откуда, но, тем не менее, наши ребята-специалисты знали, да, кто там подключается, есть ли там у нас ещё такая категория, как дети, состоящие на разных формах профилактического учёта, с которыми мы тоже должны работать. Вот так проходило. Конечно, ребята соскучились уже, и у нас уже состоялось несколько встреч в нашем молодёжном клубе «Антресоль», куда мы, кстати, приглашаем всех наших детей, подростков, там разные мероприятия проводятся на разные темы, даже можно просто прийти и чай попить, как я говорю, чай с плюшками попить. Вот, поэтому сейчас будем, я надеюсь, что будем активно встречаться, общаться, потому что детям, к сожалению, на данный момент этого очень сильно не хватает, просто они уже, наверное, устали. Вот, им хочется встретиться и просто со специалистом пообщаться и между собой, потому что дети с разных районов, с разных школ, они многие сдружились, у нас есть своё волонтёрское движение МРЦ, вот, Павел, тоже им занимается волонтёрами, поэтому... Знаете, иногда есть мечта не работать, вот, и чтобы деньги шли. Оказывается, это так тяжело, это очень тяжело. Когда ты вот вроде пришёл, а работать хочется, и ты прям хочешь работать, тебе не дают, как будто по рукам стукают. потому что, да, понятно, ситуация такая, и нужно понимать, что всё равно мы за безопасность всех людей, которые существуют на этой планете, но хотелось работать, и вот, наконец, дождались, вдохнули воздуха и начали работать. Это хорошо. Ну, мы надеемся, что мы всё-таки проведём наш футбол, который мы обычно в августе, потому что ребята хотят, ждут футбола. Вот, опять же, профилактика деструктивного поведения. Почему бы и нет? Лапту нам надо нашу закончить, провести, потому что мы же, получается, проводим мастер-классы, потом там стыковочные матчи, да, Павел об этом больше знает, потом турниры, и дети этого ждут. Ну, и, соответственно, мы должны продолжить и нашу работу в рамках профилактики, и Миру моря, и профилактика. Пав, называется теперь жизнь без дурманов. Ну, просто мы время от времени наши все занятия, неважно, какие они переформатируются, что-то добавляют, специалисты что-то убирают, что-то новенькое привносят, после учёбы особенно. Вот, и надо браться за работу, работать, дети ждут. Школы, надеюсь, тоже колледжи. Павел, ну, ближайшее какое-то мероприятие по профилактике экстремизма. Да, ну, по профилактике экстремизма возможно будет завтра. Завтра у меня всё-таки два тренинга по профилактике употребления психоактивных веществ. Ну, в школе под номером 77. Если всё удастся, то ещё и проведём занятия по профилактике экстремизма. Ну, а тут вопрос в другом, что слишком сильный нагруз не хотелось бы сразу давать на всех. Поэтому будем стараться. Но попробуем ещё 3 сентября в школу. то есть момент в том, что сложно пока предугадать. Да. Потому что возможно я завтра зайду в школу, а 3-го всё закроют. И сейчас сложно прогнозировать и предугадывать. Но и у нас сейчас в социальных сетях будет онлайн-марафон, посвящённый солидарности в борьбе с терроризмом. Мы будем проводить в наших социальных сетях проводить опросы и прочее. Вот. Но попробуем ещё сейчас выйти на школу, потому что хочется работать, хочется пообщаться с детьми, ну и плюс понять ситуацию, какая сейчас сложилась у нас в детской. Потому что не видеть детей полгода, это сложно. Да. Тут как в боксе раз пропустил, своих не догонишь. А что касается в целом работы молодёжного ресурсного центра, какие планы на этот учебный год? Ну на этот учебный год я вот говорю, что если нам позволит сложившаяся обстановка и не будет серьёзных каких-то мер, это вот мы должны всё-таки довести до конца, провести лапту, да, чтобы дальше потом уже начинать новый чемпионат с новыми детьми. Вот. Это футбол, да, третья неделя сентября. Это обязательно, ну потому что без этого никак. Это профилактика психоактивных веществ и азбука права. Это вот как раз профилактика тоже деструктивного поведения, да, где ребят знакомят с основами правовой грамотности в разных аспектах. Это и наш любимый мир у моря, профилактика экстремизма и терроризма. Вот. Что ещё? Ну, не знаю, мы, конечно, сотрудничаем, нам присылают ролики «Перерыв на кино» там о войне, памятным датам. Ну, и это, наверное, покажем. Видите, мы ещё больше исходим и из запросов школ. Да, то есть мы сами предлагаем школам какие-то, да, мероприятия, вот что у нас есть в арсенале. И бывает, школы сами просят там «А проведите нам, пожалуйста, ПАФ, или мы хотим ЛАПТУ, или мы хотим профилактику экстремизма терроризма». То есть мы тоже ориентируемся на них, в первую очередь, на их запросы. Вот. И вот надеюсь, что всё сложится, и мы все наши запланированные мероприятия, которые вообще были запланированы на целый год, мы всё-таки все проведём. И с волонтёрами тоже проекты проведём, потому что ребята наши, которые волонтёры, они вот собирались, у них был сбор, они придумали, разрабатывали новые у них есть идеи, там какие-то проекты, и тоже им нужно помочь их реализовать, в принципе, потому что ребята готовы и хотят работать. Понимаете, когда у ребёнка есть чем заняться, да, вот волонтёрят ли они, или в доп. образовании, или они какой-то деятельностью занимаются, или нам помогают, им не хватает, в принципе, времени на какие-то непонятные другие вот эти вот дела, да, то есть мы пытаемся формировать у них образ, что вот мы, да, положительный образ, что мы те люди, которые вот положительные взрослые, как я говорю, как вот обычно подростки же ищут в своём подростковом возрасте, там, почему они находят какие-то вот отрицательных людей, да, скажем так, грубо говоря, вот, поэтому это тоже профилактика экстремизма и терроризма. Касательно, кстати, вы это дополнили, Елена Анатольевна, вот касательно, у меня есть просто чёткое убеждение, что если ребёнок с чем-то, он должен это делать по доброй воле, потому что я знаю слишком много поломанных судеб детских, когда их там на аккордеон отдали, чтобы чем-то занимался, а к аккордеону они просто уже как будто идут отвращениями, да, крестрашу Гарри Поттера, вот это не может прикосноваться. Нет, конечно, добровольное согласие прежде всего. Касательно ещё наших будущих мероприятий, которые планируются, да, сейчас у нас многие расходят, ну, в отпусках, дождёмся всех, попробуем продумать наши новые мероприятия, ну, с точки зрения того, что опять же из запросов школы, ну, и из понимания того, что сейчас трендово в нашем мире, чтобы нам было проще работать, а не заработать по устаревшему, да, моменту. Ну, иногда есть очень необычные запросы, потому что, судно говоря, у меня одна из учениц союз, что хотелось бы что-нибудь подобное, когда, ну, обучение поведению стрессовых ситуаций, когда. Я, честно, пока не обладаю там каким-то полным пониманием, что я могу сделать и как я это сделаю, но сейчас все вернутся, нужно все здесь подумать, продумать, как это сделать с помощью, скорее всего, приглашённых специалистов. Да, 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 это больше к психологам, потому что дети зачастую, они не знают, как себя вести, куда бежать, куда обращаться, что делать, когда они попадают в какую-то стрессовую ситуацию. Мы не все, даже взрослые иногда зачастую, не знаем, как себя вести, да, и кто нам может помочь. А вот представьте, да, ребёнок. Вот, ну. Ну, да. Она мне приводила в пример, вот эта вот ученица в том, приводила, что перед ней упала девушка в обморок, она в ступор впала, и не знала, что ей делать. Ну, вот, пожалуйста. То есть даже банально не сработало, что хотя бы достать телефон, позвонить и прочее. Просто в ступор. Но я просто знаю, что этому точно обучают, и обучают именно поведение, не поведение, а выработки навыков поведенческих, когда человек уже просто на автомате это работает. Ну, как условно говоря, что если врачей же обучают помогать, они не встают в ступор, они могут потом быть в состоянии шока, когда всё закончилось, да, но когда нужно, они действуют. И примерно вот этому хочется. Ну, если честно, я бы сам в этом обучился, потому что понимаю, что есть ситуация, когда меня в ступор гоняют. Поэтому хотелось бы. Зовите взрослых туда. Ну, почему нет? Попробуем. Ирина, Павел, я искренне желаю, чтобы все намеченные планы сбылись, и ничего уже в этом году не вмешалось, не испортило эти планы. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была программа «Время говорить». В гостях у нас сегодня были Ирина Самойленко, заместитель директора Молодёжного ресурсного центра Владивостока, и Павел Докучаев, главный специалист по социальной работе с молодёжью. Мы обсуждали тему профилактика экстремизма в молодёжной среде. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юлия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юлия Редактор субтитров А.Семкин